Вот это английский! Здравствуйте! Сегодняшний урок немножко будет отличаться от остальных, он будет долгим и при этом безумно полезным, потому что здесь будут, помимо обычных разговорных слов и выражений, будет много слов, связанных с прикладной медициной, теми медицинскими терминами, которые используются людьми в повседневной жизни. То есть там скорая помощь, там капельница, брать кровь, сердечный приступ, все вот это. Не какие-то заумные слова, не какие-то безумно сложные, а те, которые мы реально все знаем, используем и common knowledge, да, так называемое, знание, которое есть у всех людей вокруг, независимо от того, связаны они с медициной или нет. Вот так же и в английском языке, и все это дано в красивой форме, в форме интервью, там рассказывает человек с классной интонацией, с аудио, с голосом, с субтитрами. Короче, материал просто идеальный для изучения, и плюс там будет в целом довольно интересный сюжет, но сразу предупреждаю, что он будет очень грустный. Так что сегодня не из развлекательных уроков, он будет такой серьезный, классный, образовательный, и очень-очень много новых слов и выражений. Ну, все, наговорил я уже вам с три короба, пора приступить к занятию. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Вот до сюда пока разберем, и давайте теперь заново с субтитрами и подробненько все проработаем. By the time I was 10 or 11 Это Брайан, да, говорит, его зовут Брайан. By the time, к тому времени I was 10 or 11, как мне было 10 или 11. Давайте выпишем by the time, полезная фразочка. By the time, к тому времени как By the time I was 10 or 11, к тому времени как мне было 10 или 11. I was smoking, я курил, probably, возможно, close to a pack a day. Близко к пачке в день, да, примерно пачку в день. By the time I was 10 or 11, I was smoking, probably, close to a pack a day. Вот слово grain обозначает, либо, допустим, на экране, может быть, grains, это такие точечки, да, или частица, крупица, что-то такое. Ingrained, оно было в меня, как бы, вкраплено, да, в каждую мою частицу, то есть, укоренилось во мне. Курение укоренилось во мне. Давайте запишем to ingrain. Укореняться, фиксироваться, очень крепко заседать. Smoking had been ingrained into me. It was part of who I was, it seemed like. It was part of who I was. Это было частью of who I was. Того, кем я был, кто я был. It seemed like. Это казалось как. То есть, казалось, как будто это стало частью того, кто я, кем я был. Smoking was a cigarette was, вот он слово подбирает. Курение было, сигареты были. That was Brian. That was Brian. Это был Брайан. It was me. Это был я. I hadn't really thought much about joining the military. I hadn't really thought much. Я не действительно думал много. То есть, я особо-то много и не думал. I hadn't really thought much about joining the military. О том, чтобы вступить в military. Это вообще военный. То есть, грубо говоря, пойти в военное. Мы так говорим, да? По-английски to join the military. Присоединиться к военной сфере. To join the military. Я запишу просто стать военным. И потом он сейчас тоже скажет слово, почти что синоним. At a young age, в молодом возрасте. But I loved it. Но я это любил, обожал. То есть, он не думал, когда был маленьким, стать военным. Но потом это полюбил. I enlisted in November of 1972. I enlisted. Вот то слово. List – это список. Enlisted – как бы подался в списки, да? Занесся в списки тех, кто идет в армию. Военная структура. I enlisted in November of 1972. Я пошел в армию в ноябре 1972. Within a year, after I got into the military, I had met my future wife. Within a year, в рамках года, в течение года. Вот within – говорят перед каким-то сроком, да? Within a year, within a week, within a day. То есть, в течение чего-то. Within a year, after I got into the military. В течение года, после того, как я как раз вот попал в военные, в военную сферу. After I got into the military, I had met my future wife. I met my future wife. Я встретил мою будущую жену. We were very young. And we wanted to see the world. We were very young. Мы были очень молоды. And we wanted to see the world. И мы хотели to see the world. Увидеть мир. Повидать мир. И еще раз теперь переслушиваем и разбираем дальше. В течение года, когда я был 10 или 11, я была smoking, наверное, close to a pack a day. Смoking had been ingrained into me. It was part of who I was, it seemed like. That was – smoking was – I had been a cigarette, but that was Brian. That was me. I hadn't really thought much about joining the military at, you know, a young age, but I loved it. I enlisted in November of 1972. Within a year after I got in the military, I had met my future wife. We were very young, and we wanted to see the world. Traveled all over Europe. We saw things, and we were able to experience stuff that most people would never have the opportunity to do. I was stationed in Germany until I had my heart attack when I was 35. So I went from being able to travel the world and see the world to confining my life either at home or going to doctors. That's all because of the cigarettes. Так, и давайте вот досюда. We were very young, and we wanted to see the world. Traveled all over Europe. We traveled all over Europe. Мы путешествовали all over Europe, по всей Европе. We saw things, and we were able to experience stuff that most people would never have the opportunity to do. Вот тут он прям проторабанил это последнее, сложно будет на слух различить. Но это как раз формат с субтитрами. We saw things, мы видели вещи, повидали, да? We saw things, and we were able, и мы были способны to experience stuff. Вот как раз испытать на себе, не просто увидеть. We were able to experience. Мы были способны ощутить, испытать stuff. Такие штуки, вещи, that we, которые мы... Most people wouldn't have had the opportunity to do. Most people, большинство людей, wouldn't have had, не имели бы the opportunity to do, возможность сделать. То есть мы такое повидали, что большинству людей возможность повидать не выпало. We saw things, and we were able to experience stuff, that most people would never have the opportunity to do. Most people wouldn't have had the opportunity to do. Но он прям opportunity to do, быстренько. Но он прям opportunity to do, вот так говорит, непонятная концовка на слух. That most people would never have the opportunity to do. Opportunity to do. I was stationed in Germany. Я был расположен, да, в Германии. Stationed, станция. Ну, когда вот про военного говорят, это, видимо, располагался, да, штабово, наверное, там было, или по работе имеется в виду. I was stationed in Germany. В Германии. Until I had my heart attack when I was 35. До тех пор, как у меня не случилась моя heart attack, да, сердечная атака, или же сердечный приступ, если правильно говорить по-русски. Heart attack. Инфаркт, сердечный приступ. Until I had my heart attack when I was 35. До того, как у меня не случился мой сердечный приступ, когда мне было 35. So I went from, поэтому я дословно пошел от, давайте запишем, I went from чего-то там, to что-то там, да, то есть он про себя говорит, его жизнь изменилась, что он как бы спустился, да, мы скажем по-русски, от такого к такому, да, так как ухудшилась сильно его жизнь. I went from being able to, я, I went from being able to, я пошел от быть способным, то есть тогда я был способным. К чему? До heart attack. Being able to travel the world and see the world. From travel the world and see the world. Сначала я мог путешествовать по миру, увидеть мир. To confining my life, either at home or going to doctors. To, и вот до чего он докатился, да, дошел. To confining my life. Запишем слово, confine. Ограничивать, заключать в тюрьму, да, то есть делать, то есть ставить какие-то рамки, да, вокруг. To confining my life. До ограничения моей жизни. Either at home, либо в доме, or going to doctors. Или ходя к докторам. To confining my life, either at home or going to doctors. That's all because of cigarettes. That's all because of cigarettes. Это все из-за сигарет. И теперь еще раз вот вторую часть переслушаем. And we wanted to see the world. Traveled all over Europe. We saw things and we were able to experience stuff that most people would never had the opportunity to do. I was stationed in Germany until I had my heart attack when I was 35. So I went from being able to travel the world and see the world, to confining my life either at home or going to doctors. That's all because of the cigarettes. Well, I had the heart attack. I had the first defibrillator where they had to cut my chest open and put the patches on. Then I had a bypass operation. Then my lungs started going bad. Then I had to be on oxygen. Then I had stents put in. Then I had stents in stents put in. I was in the hospital for months. I spent days in emergency rooms. Hundreds of IVs. My poor wife having to sit down in emergency rooms for hours upon hours upon hours upon hours. Вот тут мы остановились. Давайте продолжим. Well, I had the heart attack. I had the... Well, I had the heart attack. Итак, у меня был сердечный приступ. I had the heart attack. I had the first defibrillator. I had the first defibrillator. У меня был первый defibrillator. Да, или мне поставили первый defibrillator. Where they had to cut my chest open and put the patches on. Where they had to... Где им пришлось to cut my chest open, разрезать мою грудную клетку. Open. Open, открытый, да, то есть вскрыть мою грудную клетку. Часто, кстати, говорят по-английски to cut something open. Не просто разрезать. Мы бы сказали, да, разрезать мне грудь. Они говорят cut open. Как бы есть разница между просто cut, да, разрезать, нанести порез. А можно cut open, как бы раскрыть. Вот, и тут эта разница видна хорошо. They had to cut my chest open. Им пришлось разрезать мне грудную клетку and put the patches on. И наложить patch. Давайте запишем это заштопать, залатать. Заплатки, да, как бы залатать мне ее обратно. Cut my chest open and put the patches on. Put the patches on. И наложить мне заплатки, да, зашить. Then I had a bypass operation. Then I had a bypass operation. Давайте запишем. Мы по-русски, по-моему, называем ее операция на открытом сердце. Bypass – это обход, обходить. Я не знаю происхождение, почему именно bypass называют. Давайте посмотрим, может быть. Наверное, вот потому что there are two main approaches. Два есть способа подобраться. Наверное, потому что с разных сторон подходит. Кто шарит в операциях на сердце и всем таком, подскажите в комментарии. Почему называется bypass operation? По-русски-то понятно, операция на открытом сердце, да, интуитивно все ясно. А тут какая-то обходная операция. Вот почему bypass? Напишите. Bypass operation. Then my lungs started going bad. Затем мои легкие начали going bad. Идти плохими. To go bad – значит становиться плохими. Просто вот так говорят по-английски, да. Никак это объяснить не получится. Then my lungs started going bad. Мои легкие стали становиться хуже. Then I had to be on oxygen. Затем мне пришлось быть на кислороде. To be on oxygen. Давайте тоже запишем. To be on oxygen. Тоже как-то так никак не скажешь. Испытывать необходимость в кислороде. Не знаю. Давайте запишем. Пользоваться кислородными масками. Кислородной маской. Ну вот, to be on oxygen – быть на кислороде. Then my lungs started going bad. But I had to be on oxygen. Then I had stents put in. Then I had stents put in. Давайте запишем stents. По-русски так и будет stent. Давайте я вам покажу картинки. Точнее сначала определение. A stent is a small mesh tube that holds open passages in the body. Это маленькая какая-то петельчатая трубочка. Давайте посмотрим. А, не петельчатая, сетчатая. Да-да-да. Маленькая сетчатая трубочка that holds open passages in the body. Которая держит открытыми проходы в теле, да. Которая их какие-то проходы открывает. Then I had stents put in. Затем мне поставили стенты. Stents put in, да, внутрь. Мне поставили стенты. Then I had stents in stents put in. Then I had stents in stents put in. Потом мне поставили вот эти стенты в стенты. I was in the hospital for months. I was in the hospital for months. Обратите внимание, как он произносит. С этим огромная проблема у нас, русскоговорящих, когда мы учим английский язык. Это не один звук, а в конце. И видите, а он не забивает, а проговаривает это все. Потренируйтесь. Я был в этих госпиталях, в больницах for months, месяцами. I spent days in emergency rooms. Я проводил дни в emergency room. Emergency – это чрезвычайный случай, чрезвычайная ситуация. Room – комната. То есть, в отделении, наверное, скорой помощи. Да, прям, наверное, так это и есть. In emergency rooms – в отделении скорой помощи. Hundreds of IVs. Сотни вот этих. Сотни IVs, он говорит. Это капельница или это аббревиатура от intravenous – внутри венной. Да, то есть то, что вставляют прям внутрь вен. Сотни капельницы. Intravenous. Intravenous или же IV. I spent days in emergency rooms. Hundreds of IVs. Сотни капельниц. Hundreds of IVs. My poor wife, having to sit down in emergency rooms. My poor wife, моя бедная жена, having to sit down, должна была сидеть in the emergency rooms, в отделениях скорой помощи. For hours upon hours upon hours. Часами, за часами, за часами. Вот тут красиво он сказал. Давайте тоже запишем. For hours. Тоже когда-нибудь может вам пригодиться для пущего эффекта своей фразы. Hours upon hours upon hours. То есть на часы накладываются часы, накладываются часы. Часами подряд. Давайте так запишем. Так, про детей потом. Но давайте пока еще. По-моему, мы до туда не слушали, поэтому вот здесь мы остановились. Еще раз переслушаем этот кусочек и продолжим. Продолжение следует. Это все потому, что из-за сигарет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, и вот теперь до сюда разберем. Вот тут мы остановились, давайте дальше. Моим детям звонили, когда вам звонят, да? Папа в госпитале, в больнице снова. Вы должны, ну здесь не come down, не спуститься вниз, да? Вы должны приехать. Это было, да, это было много. Каждый доктор along the way, это вдоль пути, имеется в виду в это время, да? Путь имеется в виду жизненный. Along the way, во время чего-либо. Every doctor along the way, каждый доктор, который попадался, said, говорил. Knock it off, stop smoking. Knock it off. Обалденное выражение. To knock something off. Перестать что-то делать. Ну это прям такое разговорное выражение, типа, ну хорош. Knock it off, knock it off. Перестань. Knock it off, stop smoking. Прекрати курить. Knock это стучать, там ударять. Knock it off. Типа, убери, откинь. The voice said knock it off. Stop smoking, перестань курить. Had to stop smoking. You have to stop smoking. Ты должен перестать курить. Even to the time, when I had my first run. Even to the time, даже до того времени, when I had my first run, когда у меня был мой первый run, здесь не побег, а сейчас он скажет, run for heart transplant. Когда, как бы, первая попытка пересадки сердца. My first run for the heart transplant. Тоже запишем. Так как у нас сегодня куча медицинских терминов. Heart transplantation, да, или transplant. Давайте запишем полную версию. Пересадка сердца. I had smoked. I don't know why I did it. I had smoked. Я курил. I don't know why I did it. Я не знаю, почему я это делал. And then the day I went to the doctors. And then the day I went to the doctors. И в тот день, когда я пошел к... Вот тут, может, на слух вам показалось бы к докторам. And then the day I went to the doctors. Но те, кто составлял субтитры, они-то англоговорящие, и они знают, что когда говорят doctors, имеют в виду сокращенно от doctor's office. Да, офис врача, кабинет. The when I went to the doctors, когда говорят. В тот день, когда я пошел к доктору, да, на прием к доктору, а не к докторам. И запишем doctor's office, кабинет врача. And then the day I went to the doctors. В тот день, когда я пошел к доктору. And then the day I went to the doctors, they always draw your blood. They always draw your blood. Они всегда, вот тоже обязательно просто знать, to draw blood. Это брать кровь, мы говорим по-русски. Прикольно, да? Брать. А по-английски получается draw вообще тащить. Тащить кровь, да? Высасывать, вытягивать ее. Но мы говорим брать кровь. Ну или сдавать кровь, да? They always draw your blood. Они всегда берут у вас кровь. They always draw your blood. And they gave me the pager. And they gave me the pager. И они дали мне pager. Вот тут мы остановились и, как обычно, немножечко переслушиваем и продолжаем. My kids getting called up. Dad's in the hospital again. You might die. You gotta come down. It was... Yeah, it was a lot. Every doctor along the way said knock it off. Stop smoking. Had to stop smoking. Even till the time when I had my first run for a heart transplant. I had smoked. I don't know why I did it. And then the day I went to the doctors, they always draw your blood. And they gave me the pager. Ну вот, на моменте про pager остановимся. И теперь, не прослушивая вперед, разбираем одновременно вместе со мной. They said, okay, you're on the transplant list. They said, они сказали, okay, you're on the transplant list. Хорошо, ты на... В списке. Опять лист список. On the transplant list. В списке на трансплантацию. That's the key to the hope for the future. That's the key. Это ключ to the hope. К надежде for the future. На будущее. Кстати, вот тоже hope for the future по-английски. Надежда для будущего, как бы. Но по-английски мы говорим надежда на будущее. Hope for the future. Надеяться. Ну, это как глагол. Здесь у нас надежда. Надежда на будущее. That's the key. Это ключ, этот пейджер, да? That's the key to the hope for the future. Это ключ к надежде на будущее. Point list. That's the key to the hope for the future. You get the pager. You get the pager. Ты получаешь pager. Okay, now I'm going to get a new heart and we'll be able to live. And okay, ну и хорошо. Now I'm going to get a new heart. Сейчас я going to get. Собираюсь получить a new heart, новое сердце. And will be able to live. И буду способен жить. And that evening, the doctor called up and said. And that evening, if that evening, the doctor called up, доктор набрал меня and said. И сказал. Brian, we found nicotine in your blood. Brian, we found nicotine in your blood. Brian, мы нашли никотин в твоей крови. And you need to come back tomorrow and give me back the pager. And you need to come back tomorrow. И тебе нужно прийти обратно сегодня. Извините, завтра. Come back tomorrow and give me back the pager. And give me back the pager. И отдать мне обратно pager. I'm not listed anymore. I'm not listed anymore. Я не в списке, да? Не перечислен больше. Не нахожусь. That was crushing for me, for my wife, for my kids. That was crushing for me. Это было crush, это ломать, рушить. That was crushing for me. Это было для меня разрушительно, да? Это безумно больно. For me, for my wife, для моей жены, for my kids, для моих детей. It was hard. And I screwed up. It was hard. Это было тяжело. And I screwed up. Я облажался. Screw up. Давайте запишем. To screw up. Это, как я и сказал, испортить, облажаться. And I screwed up. И я... I screwed up bad. I screwed up bad. Я очень сильно облажался. And... I just screwed up bad. Так, и теперь мы полностью прорабатываем все слова, которые мы записали, с примерами, с картинками. И потом уже пересматриваем все заново, без субтитров, потому что вы уже понимаете, о чем идет речь, знаете все слова и выражения. Но минимум вы их хорошо будете воспринимать в тексте. Может, не наизусть, не прям идеально, но будете их воспринимать и понимать. By the time. К тому времени как. И тут, конечно же, необходим красивый пример. I'd already left by the time you called. Я уже ушел к тому времени, как вы позвонили. Ну, по-русски более приемлем вот такой вариант. К тому времени, как вы позвонили, я уже ушел. To ingrain. Укореняться. А, стоп. Картинку. Как-то картинку особо не подберешь тут. To ingrain. Укореняться, фиксироваться. И мы возьмем дерево, конечно же, потому что здесь прям иллюстративно показывается этот глагол. Ingrane. Ну, вот тут не с деревом, да, пример, а в переносном смысле. Mother tried to ingrain respect for our elders in us. Мать пыталась вселить, да, укоренить. Respect. Уважение for our elders к нашим старшим in us. В нас. Вселить, укоренить. To join the military. Стать военным. Присоединиться к военным. Ну, или служить в армии, как в этом примере. He was never tempted to join the military. Служба в армии его никогда не искушала, да, tempted. У него не было, как бы, искушения туда пойти. Heart attack. Сердечный приступ. По-английски сердечная атака. Ну, и тут вот прям с дополнением. Suffer heart attack. Suffer. Страдать. Как бы перенести, мы говорим, да, сердечный приступ. He suffered a heart attack. Он перенес сердечный приступ. And died instantly. И умер мгновенно. Heart attack. Тоже картинку можем подобрать. И дальше. I went from... Я... Ну, это давайте не будем выписывать. Просто запомните. И в тексте тоже это хорошо иллюстрируется. Что я спустился от такого к такому, да. Confine. Ограничивать, заключать в тюрьму. Каким-либо образом лишать свободы действий. He is confined to a wheelchair. Он прикован к колясочному креслу. То есть к инвалидной коляске по-английски. Прикован, да, он ей ограничен. Patch. Заплатка. И картинку нам какую-нибудь нужно. Вот такая нам пойдет. He wears a patch over one eye. Он носит повязку поверх одного глаза. На одном глазу. Затем bypass operation. Операция на открытом сердце. Ну и в комментариях вы можете почитать. Наверное, как кто-то подсказал, почему она называется bypass. To be on oxygen. Быть на кислороде. Да, пользоваться кислородной маской. Давайте лучше в единственном числе запишем. Кислородной маской. Ну тут, конечно, немножко не так. Это как бы быть, ну, вам когда необходима эта кислородная маска. Не просто пользоваться там. Захотел попользовался, захотел нет. А вот это мы давайте запишем. He suffered from severe smoke inhalation. So we still have him on oxygen. Он пострадал от серьезного. Inhale это вдыхать. Inhalation. Вдыхание дыма. Он пострадал от серьезного вдыхания дыма. То есть сильно много вздохнул. So we still have him on oxygen. Поэтому мы его все еще держим на кислороде. Stents. Стенты. Давайте во множественном в этот раз запишем. И вот так они выглядят. Я думаю, пример тут не нужен, потому что это просто термин. Emergency room. Отделение скорой помощи. Вот тут я все-таки пример дам. Картинку надо дать не с названием, потому что иначе вы увидите, когда будете карточки проходить и все подсмотрите. The patient was rolled into the emergency room. Пациентов катили в отделение реанимации. Rolled, да, прям на колесах. IV. Капельница. Вот мы ее можем тут наблюдать. Из капельницы пример не будем записывать. For hours upon hours upon hours. Часами, за часами, за часами. Тоже пример не нужен. Along the way. По пути, во время чего-либо. Вот тут не помешает. Так как у нас там встретилось в переносном значении. Ну, не в переносном, а когда он про свою жизнь говорил, то тут мы сделаем в смысле по дороге, реально по пути. I lost my hat along the way. Я потерял мою шляпу по пути, по дороге. Knock something off. Помните, врачи ему говорили, knock it off. Перестань это делать. Finally, наконец-то, my patients gave out. Мое терпение кончилось. And I told them to knock it off. И я сказал им перестать это, да, прекратить это. Heart transplant. Пересадка сердца. Или transplantation у нас здесь. Doctor's office. Кабинет врача. И поэтому сокращенно говорят doctors. I went to the doctors. Я пошел к доктору, но подразумевается, что к нему в офис, да, в его кабинет. The angry patient intruded into the doctor's office. Злой пациент вломился, да, ввергся в кабинет врача. Ворвался. To draw blood. Брать кровь. Ой, не эта картинка. Вот она. Hope for the future. Надежда на будущее. Не будем ничего делать. Тут я выписал просто ради вот этого вот. Hope for the future. Тут именно предлог интересный. To screw up. Облажаться и испортить. Упс. You better not screw up this time. Ты лучше не облажайся в этот раз. То есть в этот раз уж постарайся. You better not screw up this time. Аж 40 карточек у нас сегодня. И все эти 40 карточек вы можете скачать, подписавшись на мои карточки по ссылке в закрепленном комментарии. И теперь мы переслушаем все заново и уже без субтитров. Внимательно, привнимательно. Потому что Брайан для нас проговаривает все максимально понятно. С отличной интонацией. Просто учись не хочу. Поехали. Брайан для нас проговариваетесь. Брайан для нас проговариваетесь. Брайан для нас проговариваетесь. Брайан для нас проговариваетесь. Брайан для нас проговариваетесь какое-то, чем-то не underest Grid-Day. I was stationed in Germany until I had my heart attack when I was 35. So I went from being able to travel the world and see the world to confining my life either at home or going to doctors. That's all because of the cigarettes. Well, I had the heart attack. I had the first defibrillator where they had to cut my chest open and put the patches on. Then I had a bypass operation. Then my lungs started going bad. Then I had to be on oxygen. Then I had stents put in. Then I had stents in stents put in. I was in the hospital for months. I spent days in emergency rooms, hundreds of IVs. My poor wife having to sit down in emergency rooms for hours upon hours upon hours. My kids getting called up. Dad's in the hospital again. He might die. You've got to come down. It was, yeah, it was a lot. Every doctor along the way said, knock it off. Stop smoking. Had to stop smoking. Even to the time when I had my first run for a heart transplant. I had smoked. I don't know why I did it. And then the day I went to the doctors, they always draw your blood, and they gave me the pager. They said, okay, you're on the transplant list. That's the key to the hope for the future is you get the pager and, okay, now I'm going to get a new heart and we'll be able to live. And that evening, the doctor called up and said, Brian, we found nicotine in your blood, and you need to come back tomorrow and give me back the pager. I'm not listed anymore. That was crushing for me, for my wife, for my kids. It was hard. And I screwed up. I screwed up bad. And I just screwed up bad. Ну что ж, поздравляю всех, кто досмотрел до конца. Урок действительно был долгий и местами сложный, но при этом, как я и сказал в начале, он, как я считаю, безумно полезный. Очень много слов. Все слова, которые сегодня были, касающиеся медицины, они не какие-то там изысканные, не какие-то специфические, а те, которые люди действительно должны знать в повседневной жизни, которые используются часто. Поэтому я советую вам их выучить и тоже научиться держать их в активном словарном запасе. С вами был Вот это английский. И помните, это далеко не последнее видео с разбором английского с субтитрами. Всем до скорого.